друзья всем привет это видео тоже допиливается через год чуть меньше через 11 месяцев после того что мы увидим чуть дальше потому что у меня к сожалению материала не сохранилась но с другой стороны сразу покажу готовый результат в этом видео речь пойдет об этой двери и несколько слов о том почему я не выбросил нафиг и не поставил другую не купил готовую дело в том что дом изначально восемь седьмого года постройки и при постройке дома использовались некоторые узлы скажем так от дома который стоял здесь изначально который был вообще довоенный и вот как раз эта дверь вместе с коробкой была переставлена с того довоенного возможно даже дореволюционного дома смысл то что есть коробка рубленая если кто понимает что это такое то есть это не картонные доборные наличники из веруа мерлен а это вот такая брусина сраная который топором вырублен дверной проем и дверь вот это мы ее с женой вдвоем тоже еле-еле подняли я не знаю под сотню весит а вот такой толщины на дубовая сейчас я ставлю сюда фотографию как она выглядела изначально когда ну я ее снял и именно поэтому ломать коробку крайне не хотелось потому что коробка все таки является каким-то конструктивом данной стены и дверь менять это тоже не хотелось потому что особо денег не было а купить что-то нормальное похожее примерно тут здесь было ну возможности не представлялась потому что дверь она прям такая дверь дверь была именно поэтому было принято решение реставрировать восстанавливаются вот эту дверь оставлять ее ой а у меня там собака сидит ну вот смотрите что из этого получилось сейчас покажу как это все делалось забегу немножко вперед вот это ламинированный наличник из леруа тоже один из самых дешманских цвет бетон то есть ну он здесь использован чисто для декора чтобы отделать вот эту утрубленную коробку а сама дверь получилось вот так выглядит достаточно как мне кажется симпатично а теперь смотрите что было изначально поэтому Поэтому вот эту глянцевую поверхность арголитную я запорол практически всю. И долго думал, что бы здесь сделать. Это будет та сторона двери, которая у нас здесь в кухню будет заходить. И ввиду того, что у меня двое аспидов, ввиду детей и собака с когтями. И вечно все ходят-выходят по 150 раз куда-то. Задача стояла сделать это не только красиво. Можно было просто купить лист ламинированного МДФ. Под любой дизайн. Задача стояла сделать дверь максимально варварски стойкую. Чтобы ничего не царапалось и так далее и тому подобное. И собственно вот что я решил. Мною был приобретен вот такой вот материал. Это не кварц винил, это ПВХ плитка для пола. Изначально материал сам по себе дорогой. Понятно, что ради двери такого покупать отдельно не будешь. Но я купил его у фирмы Авито. Вот пачка без одного листа. У кого-то остались остатки. Купил ее в два раза дешевле, чем она стоит новая. На дверь мне хватит. Значит, представляет из себя вот такие плашки. Два с половиной миллиметра в ширину. Хорошо гнется, хорошо режется. То есть, ну, соответственно, понятно, что я сейчас буду делать. Подготовлю поверхность двери. Нарежу этих плашек в размер. И буду их клеить на силикон. На силиконовый герметик, который, естественно, тоже фирмы Украдина. Фирма Авито. Куплен в треть цены от нового. Ну, собственно, дальше интуитивно все понятно. Режем в размер. Так как идеально ровно все плашки порезать в любом случае не получится. Равняем их по тому краю, который открывается. То есть, по видимому краю. А не по тому, где петли. И собираем на силиконовый герметик. Так.